Потребность в школах и детских садах здесь, в московском микрорайоне, огромная. Эта часть города хоть и новая, но развивается стремительно. Для того, чтобы обеспечить потребность всего населения, под социальные объекты здесь выделили большую территорию. Это почти 7 гектаров. Кроме этой школы, на полторы тысячи мест здесь может появиться еще одна, на 1100 мест. Территория большая и позволяет возвести и детский сад. Тогда в московском микрорайоне может появиться свой настоящий образовательный кластер. Здесь будет 4 спортивных зала, пищеблок на 600 учеников, просторный актовый зал, даже балетная студия. Учиться смогут 3000 детей. У этой школы есть все шансы стать образовательным центром микрорайона, отмечает Анна Менькова. Сразу после сдачи здания в эксплуатацию оно станет филиалом 71-й школы. Рекордсменки по количеству первых классов. В этом году их было 20. Однако в будущем учебное заведение на Байбакова получит свой индивидуальный номер. При строительстве и отделке помещений рабочие используют специальные, нетоксичные и негорючие материалы. Так, например, в раздевалках, которые, кстати, будут у каждого класса свои, появятся матовые противопожарные витражные стекла. Не забыли и об антитеррористической безопасности. А вот сюда будет стекаться вся информация буквально о каждом кабинете. Здесь и пожарная сигнализация, охранная, видеонаблюдение, блоки речевого оповещения. Ну а вот этот щиток отвечает за все освещение в здании. Новые соцобъекты – это еще и дополнительные рабочие места. В штате этой школы будет 100 учителей. И подбирать кадры нужно сейчас, акцентирует внимание вице-губернатор. Анна Менькова ожидала поручение министру образования края Елене Воробьевой предусмотреть в бюджете суммы на заработную плату новым специалистам. Такой же большой будет и школа на красных партизан вблизи западного обхода. Она рассчитана на 1100 мест. Учреждения строят по федеральной программе жилища. Подрядчик обещает сдать объект во второй половине следующего года. За парты ученики сядут уже в сентябре 2020-го. А по соседству возводят детский сад. В просторных группах будут заниматься почти 300 малышей. Но вот о сроках сдачи застройщик говорит не уверенно. В какой связи произошла задержка по срокам? Внутролетние. У нас был застой небольшой. Летом? Когда как раз надо было строить, у вас произошел застой. Ну и что теперь? Как вы исправляетесь? Сейчас нагоняем, будем расстраивать все это дело. Каким образом? Будем увеличить сменность работы количества людей. Сколько людей на объект? В две смены, на 67. В две смены работают? Так точно. Какие сейчас работы вы производите? Заканчиваем коммуникации сети наружные. Заканчиваем работу по внутренним коммуникациям, инженерии. В здании работают отделочники. Другие бригады со дня на день начнут стелить полы в группах. Но из-за того, что застройщик отстает от графика, коммунальщики не могут подключить здание к котельной. Нагонять темпы ремонтникам приходится подгул тепловых пушек. Мы сегодня за каждым подрядчиком очень внимательно наблюдаем. И для нас важно, чтобы социальные объекты строились без сбоя. Потому что сегодня впервые за много лет мы получили федеральное финансирование по ряду программ. И, конечно, мы бы не хотели эти деньги потерять. Понимаете? То есть вы подводите не меня. Понимаю. Вы подводите прежде всего себя. Ну и, конечно, жители, которые ждут этот детский сад и должны, конечно, сюда привезти своих детей. В очереди на место в детские сады в этом микрорайоне стоят больше 500 детей. И строители должны поторопиться. Но при этом, отмечает Анна Менькова, необходимо соблюсти все технологические нормы и требования безопасности. Вице-губернатор ставит сроки. В сентябре следующего года детский сад на улице Красных партизан должен принять первых малышей. Вероника Веретенникова, Михаил Ластенко, Кубань-24, Краснодар.